Всем привет! Меня зовут Неркин и добро пожаловать в выживание с модами в Майнкрафте на сборке под названием «Стоунблок». Прошлая серия выдалась довольно сложной, но мы с вами справились и уже потихоньку-потихоньку подходим к финалу Стоунблока, но я уверен, что нам понадобится потратить еще немало сил, так что давайте без лишних слов будем начинать. Погнали! Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну вы у тебя не хватало денег? Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru, здесь вы найдете три типа Майнкрафта, это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Так же у нас есть множество способов оплаты, в общем ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. А в прошлой серии мы с вами остановились на том, что создавали себе стол трансмутации. Это было очень сложно, но мы справились, но самое главное было проблемой то, что наша камера реакции под давлением не делала из субстрата полиэтилен. Хотя рецепт был правильным и мне просто пришлось из креатива взять и заменить субстрат на полиэтилен. И в комментариях меня начали все обзывать, что мол я гадина и так дальше и тому подобное, что я дурачок потому что вот здесь нужен еще кислород. Рецепт был на 100% правильным, потому что здесь требуется кислород, здесь требуется жидкий этилен и субстрат. Просто когда создается полиэтилен, вырабатывается этот же кислород. И что бы вы думали сборка недавно обновилась, я создал еще одну камеру реакции под давлением, это старый, видите здесь полностью и кислород, полностью жидкий этилен. И бадам бумц я закидываю сюда субстрат и у меня делается полиэтилен и просто здесь вырабатывается кислород. То есть ему здесь не нужен он был. А вы меня просто в комментариях начали все обзывать и мне стало очень обидно. Ну ладно, мы все разъяснили, так что нам нужно создавать много всего. А в частности мы сами должны создать нейтрониумные компрессоры, чтобы начать создавать себе первую железную сингулярность. Крафтится она в принципе не очень сложно, всего лишь два рецептоновых блока, очень много нейтрониумных слитков, железных блоков, нейтрониумного блока, а также воронок. Этот блок крафтится не так сложно, поэтому никаких почестей ему не будет, бадамц и мы создали нейтрониумный компрессор. Обоставлю его я в секретной комнате, где у меня вырабатывается очень много железа, и при помощи предметных транслокаторов я буду в него его засовывать и… нет, не получается. Хм странно, тогда попробую при помощи обычных трансфер нодов, из мода под названием «Окстра Ютилитис» просто их сюда передавать, и они тоже не передаются, что? Нет, все хорошо, он принимает их только сверху и у нас уже ух, как очень много, 71 блок, нам нужно передать 12200, дабы получить всего лишь одну железную сингулярность. Поставил сюда небольшие улучшения, и уже 570 с чем-то уже пошло даже дальше, так что пусть себе работает. Я создал здесь небольшой сундучок, в котором я выложу все рецепты которые мне нужны, как раз мне хватит одного сундука. И не теряем времени, создаем нашу Эндест Перлу. Я правда не знаю, что она делает, но наверное давайте-ка мы с вами создадим еще одну такую, и испытаем ее, правда я ее засуну одну вот сюда, и мы наверное передвинемся совершенно на другой мир, чтобы здесь ничего не потерять. Так, вот мы в нашем шахтерском мире, давайте бросим этот Эндест Перл, и посмотрим что же он сделает, ну-ка. Не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ух ты ж ё-моё, шо я наделал? А-а-а, стоп, а-а, так все, так это вот это она делает. Ну такое, шо то себе, ладно, соберу себе немножечко глины, а то она мне точно понадобиться, ну хотя бы какой-нибудь плюс в этом есть. Но крафт блин очень сложный, зачем мне такая штука, которая вообще использует звезду из Незер, это вообще глупо. Создаем блок темной стали, обычный стальной блок я уже тоже создал, и мы уже продвигаемся очень даже хорошо, уже очень много всего готово. Так, кстати, посмотрим, а не готова ли моя, да, она готова уже, железная сингулярность готова, ну-ка, стоп, перестань это делать. Я только что подключил предметные трубы, чтобы у нас высасывалось золото и перерабатывалось в слитки, точнее в блоки. И уже сейчас из блоков мы будем перекидывать их вот сюда, в нейтрониумный коллектор, только я же засовывал сюда уже железо, могу я его как-то забрать отсюда или нет? И я нашел еще часы течения времени, кстати, при между прочим, это очень крутая штука, ну, к сожалению, не работает, я не знаю, может нам нужно сначала его сломать, например, и опять поставить, да, все работает, смотрите, все шикарно. И сейчас мы еще поставим где-то вот здесь наши часики, часы течения времени, и они начали работать, и сейчас вообще должно все очень быстро работать, ну-ка, да, действительно, работает все очень быстро, пусть делается золотая сингулярность. Но мы, наверное, займемся фрагментом записи, пластинка, у меня есть какая-нибудь пластинка где-то или нет? Да, пластинка, кстати, любая есть, если не ошибаюсь, там она любая, а подходит, да, и фрагмент готов. Пока что в наших силах еще создать космические мясные шарики и ультимативную похлебку. Крафтится она немножко сложновато, потому что здесь нужно и драконевый фрукт, который нужно каким-то образом достать, и мясной рулет, который крафтится из кетчупа, чеснока, лука, формы для запекания, любого фарша, мяса и так дальше, и хлеба, чеснок, где я должен взять, господи, семечка, чеснока. Благо у меня есть такая штука под названием рынок, где я могу достать себе любые семечки из этого мода, памс харварст крафт, всего лишь за некоторую обычную цену в один изумруд или в четыре изумруда и так дальше. Хороший этот блок рынок, потому что я купил себе луковое семечко, семечко, чеснока, семечко, брокколи, соевых бобов, баклажана и еще некоторых других семечков, которые мне в принципе вроде бы никак не нужны, но на всякий случай я их купил, а также купил себе очень много яиц призыва различных мобов. И сейчас мне нужно их поубивать всех. Люблю я свой меч на добычу 25 уровня, потому что у меня очень много мяса теперь, и теперь мне нужно еще это все посадить. О господи, теперь мне еще нужно пойти и порыбачить, для того чтобы получить себе сырую треску. А нет, все намного проще, в обычном коммон лутбеге я могу получить себе сырую треску, так что ловить рыбу я точно не буду. Отлично. Есть, в одной попалась наша сырая треска, и все, мне этого достаточно, так остальные коммон лутбеги идите в жопу. И с почестью мы создаем космические мясные шарики. Господи ты боже мой, сколько же нужно всего создавать, чтобы создать всего лишь одну альтермативную похлебку. Я даже не знаю, какие у нее эффекты. Ааа, она восстанавливает 400 голода, господи боже мой. Но она очень сложно крафтится, серьезно. Смотрите, чтобы создать один свекольник, мне понадобится черный перец, который создается при помощи ступки с пестиком и перчинки. А эту перчинку мы можем получить только из саженца перцового дерева. Я могу, стоп, стоп, стоп. Во, я его посадил, еще нож должен как-то их добыть каким-то образом. А, вот, теперь я их добыл, наконец-то перчинка у меня. Оу, а теперь мне еще понадобился саженец драконьего фрукта. Господи, настолько сложный крафт, мне было уже проще скрафтить стол трансмутации еще один раз. Ну посмотрите, еще его нужно, давай, 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 пытайся. Вот, еще фрукты, господи, наконец-то, драконьевый фрукт у меня тоже есть. Водные семена мы должны скрафтить сначала, и крафтятся они из инфериумной эссенции, уровня первого создания семени и четырех ведер воды. Затем в переработчике семени мы получаем целых две водные эссенции. То же самое касается и огненных семян. Их мы тоже переделаем в огненную эссенцию, а тут уже нужно то же самое, только второй уровень создания семени, пруденюмной эссенции и четыре ведра воды. Подам бумц и водные семена тоже готовы. И кто бы ожидал огненные семена тоже готовы, и нам осталось только создать вот ту штуку, которая должна мне переработать это все. Фитогенный светильник нам точно не нужен, нам нужно вот это вот, переработчик семени. Мгновение ока и переработчик семени тоже готов, я не знаю нужна ли ему энергия или нет, так что поставлю его вот здесь. Ага, вроде бы не нужна, давайте и перераб... Что? А, ну у меня просто ее убрал. Окей, хорошо, я же испугался. Водные семена... Что? Почему? А, нет, стоп, хорошо, все нормально. И водные и огненные эссенции уже готовы. Отлично! У меня есть семена свеклы, так что это очень даже хорошо, мне не придется их крафтить. Костная мука, дай мне силы! Не хватило мне костной муки, ну-ка, давай, 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 давай. А, есть, есть, все, супер, у меня теперь есть свекла, тогда все остальное мы можем уже спрятать. Забираем вот это все и пытаемся скрафтить ультимативную похлебку. А, тушеной крыльчатиной еще не хватает. А, тушеная крыльчатина тоже готова, выдвигаемся вверх и создаем ультимативную похлебку. Оу, да! Нужна она всего лишь в количестве одной штуки, поэтому я испробую одну хотя бы, чтобы узнать, что же она делает. Вот, я проголодался, и я кушаю, и что произойдет мне интересно? А, ничего не произойдет. Я просто получу регенерацию второго уровня, и получу двойную сытость, потому что видите, вот это вот желтенькое у меня есть, поэтому называется это двойная сытость. И все. Ну, класс, че, пусть будет. Признаюсь честно, ожидал я чего-то большего. Если кому-то интересно, то пока что наша золотая сингулярность еще не готова. И я тут подумал, чтобы не тратить много времени и попросту ждать, я сделаю кое-что. Буду немножко подходить и заканчивать другие квесты, например, я могу создать вот этих вот два квеста, точнее завершить их без убийства дракона хаоса. И первым делом я создам себе улучшенный телепортатор. В этом процессе будет задействовано слияние, и для того, чтобы мне что-то слиять, мне понадобится телепортер. Телепортер, благо я уже скрафтил, и сейчас я буду выставлять рецептик. Всего лишь 4 драконевых слитка, здесь ядро виверны и 3 джемчуга. Ну-ка, зажимаем старт, все очень быстро происходит, да-да-да-да, конечно, я получаю ваши какие-то уроны, мне это все неинтересно. И создание, 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 давай! Есть! Улучшенный телепортатор! Бумц, готово! И что мы делаем? Ага, я знаю, что это за штука, это крутая штука, точно! Я могу поставить точки, чтобы вы понимали, в любых измерениях, и буду просто телепортироваться сразу же, мне не придется ходить в порталы, чтобы переместиться, ох, это крутая штука, пусть она будет, могу ее где-то за... О, стоп, я не могу ее никуда засунуть, так что оставлюсь здесь, пока что, пусть будет. И мы завершили квестик, забираем наш лутчест, и следующее это энергетическое ядро. Энергетическое ядро крафтится, а-да, вообще фигня. Вот так все просто, энергетическое ядро, забираем и получаем квестик или не получаем квестик? Давай, давай, завершили квест, и забираем наш сундук, лутчестик первый елоритовая еру, да, спасибо. Ну а второй это флюид дисплей из рэндом тинкс, пусть будет круто, классно это все закидываю обратно. И смотрите, всего лишь 5000, это реально очень долго, так что давайте мы будем заканчивать, и уже в следующей серии приступим к созданию всех остальных сингулярностей. Привет эндермен, как твои дела? В общем, как всегда, не забывайте поставить лайк, подписаться, если вы этого еще не сделали, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. В описании есть как всегда ссылки на мой инстаграм, а также на наш паблик во вконтакте, подписывайтесь, там очень круто. Ну и понятное дело, что с вами был я, Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok